Меткость они тренируют летом, скорость зимой. Именно в таких условиях владимирские биатлонисты готовятся к состязаниям. Бегают на лыжах в парке Дружба, стреляют в тире во дворе 32-й школы. Этот тир построили здесь два года назад. Родители биатлонистов соорудили его собственными силами. Правда, тренируются на этом стрельбище ребята только летом. Но даже несмотря на отсутствие профессиональных условий, ребятам удается добиваться высоких результатов. Прошедшее в Смоленске открытое первенство ЦФО тому подтверждение. 13 человек завоевали 18 медалей, 7 из которых золотые. Соревнования прошли нормально. Заработал свою первую медаль вообще в спорте. Поработать надо еще над стрельбой немного и над скоростью бега. В Смоленске юноши и девушки выступали в трех возрастных группах. Лучших спортсменов выявляли в трех дисциплинах. ОФП, спринт и масс-старт. 13-летний Михаил Аминов завоевал бронзовую награду в общем забеге на 4 километра. Я начал очень тихо, был где-то последним. Я старался сделать упор на стрельбу. У меня было всего 4 промаха. Я считаю это успех, потому что это все-таки уровень достаточно высокий. Биатлоном в области сейчас занимаются 200 человек. 150 из них тренируются во Владимире. Инвентарь на базе есть, так же как и оружие. Но все старое. В основном на соревнованиях ребят снаряжают родители. Приходится платить и за поездки. К примеру, в этом году бюджет региональной федерации биатлона без спонсорской помощи 220 тысяч рублей. А только состязания в Смоленске обошлись спортсменам в 160. К тому же на различные перенства наша команда старается выезжать заранее, чтобы лишнюю неделю потренироваться в человеческих условиях. Что же касается строительства биатлонного спорткомплекса в деревне Масленко, что в 6 километрах от города, то разговоры об этом идут уже 10 лет, говорит Сергей Демин. Там в принципе нам официально не разрешается стрелять, поскольку место это не является каким-то спортивным сооружением. Есть договоренность с инвестором, который готов выкупить участок площадью 29,4 гектара. И тогда уже начнется какие-то проектно-изыскательские работы. После этого я надеюсь. Зато строительство лыжероллерной трассы и стрельбище началось в Кольчугино. Откроют их в октябре. Это все ближе, чем в Рыбинск на сборы ездить, говорят биатлонисты. Быть может, такой подарок поможет нашим спортсменам с огромным потенциалом завоевать еще несколько десятков наград. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал.